Чего? От странных существ до необъяснимых явлений нашего мира. Я знаю, это то, что тебе нравится. Теперь все это в одном видео. Ежедневно в нашем мире происходит много странных событий. Некоторые фейковые, а некоторые действительно имеют право на существование. Я не хочу, чтобы все загадочное и мистическое... Так, я сразу всех хочу спросить. Вот кто верит в существование инопланетян? Вот я верю. Я верю, что за мной когда-нибудь они прилетят. ...произошедшее в мире за последний месяц проходило мимо нас, друзья. Я верю. Именно для этого оригинальная новая рубрика под названием Parazomb News. Долго не думал над названием, просто объединил слово паранормальное и зомби. Короче, предлагайте свои паранормальные новости. ...произошедшие за последнее время по всему миру. В комментариях и на почту, указанную на канале. ...обязательно должен быть. Вы на ютубе в комментариях тоже лайк поставьте, напишите, вы верите, нет? ...присутствовать хэштег Parazomb. Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на канал. Я Зомби Чез. ...и так странные события, произошедшие за последние месяцы в нашем мире. О! ...в рубрике Жак подъехал. Пара Зомби Ньюс. Лина дарит пять платных сабов. Линочка, спасибо тебе огромное, ребят. Сейчас Дон Донов все прочитаю. Гранд Файзер все-все-все. Сейчас, ребят. Одну секундочку. ...а мне так можно переход сделать? Лег сервант. Можно мне так? ...не работает. ...хочу, правда, на Марсе птицы летают? Как вы думаете? Серьезно? На Марсе летают птицы? Или может это является очередным доказательством того, что фото с Марса на самом деле снимаются где-то на Земле? Я большая когоду. ...и в кадр попала совершенно случайно птица. Сочиняю на ходу. 24 июня 2019 года марсоход Curiosity прислал на Землю очередную серию снимков марсианской поверхности. И на одном из снимков ученый НАСА углядел темное пятно, по форме, напоминающее летящего орла или другую хищную птицу. По другой версии, это просто НЛО необычной формы, коих в Марсе также наблюдалось в достатке. От НАСА насчет этой фотографии пока не... ...похожих на пауков, грызунов, ящериц и других земных животных. Из-за этого существует теория, что марсианские снимки приходят из земного пустынного острова Девона в Канаде. На этом острове сотрудники НАСА ранее испытывали свои марсоходы. Что думаете? Этот кадр показывает, что снимок с Земли выдали за снимок на Марсе? Может это фотошоп? А может и действительно на Марсе кто-то или что-то обид... На ёбсики! На ёбсики! Здесь вообще ничего нового. Пишите комментарии. Что думаете об этом? Васьгорь, давай подблюрим. Ссылка доказывает, что всё серьёзно. Не увидят. Это странное и жуткое явление напоминает кадры из какого-то фантастического фильма. Данные кадры были засняты 12 июля 2019 года в британском городе Нортвич. Возникшее в поле завихрение ветра подняло в воздух куски скошенной травы и медленно по кругу кружило их в воздухе. Оно создавало впечатление какого-то аномального явления. А может она аномальная? Да нормально! Петрович заводи! А это не ворость-альмаш! Атата-тайт! Господи, блядь! Это точно не в России снимался? Заметившие это явление, местные жители смотрели на него сразенутыми ртами. Люди, которые посмотрели на это явление, утверждают, что они не видели и не слышали о таком раньше. Это началось как мини-торнадо. Оно возникло позади нас и начало всасывать в себя скошенное сено и поли... Смотри, говорит, торнадо. Смотри, говорит, торнадо. Петрович, заводи трактор, сейчас, говорит, мы его испытаем. ...траву, рассказывает автор видео Люк Декан, который рыбачил на местной речке. Автор видео стоял и снимал... Хорошо, хоть не на поле рыбачил, но на телефон. После нескольких секунд это явление так сильно его напугало, что он побежал искать убежище для себя, где и спрятался под оградой. Также в этом месте в панике прибежал его отец, который рыбачил неподалеку. Это все началось буквально за одну минуту, и мы наблюдали, как оно кружится и смещается в сторону. Другая местная жительница по имени Дженнифер в этот момент шла с детьми и мужем к автомобилю. У меня такое ощущение, что это просто показывает в слоу-мо небольшое завихрение. Вот у кого такое же ощущение, что просто какой-то вихрь взяли, замедлили и типа показывают, что этот? Ну что-то как-то это уж больно на это похоже. Спасибо за 10 сабов, ребята, кто подарил. ...после прогулки, и все они тоже наблюдали травяной смерч. Дети начали смеяться и показывать пальцем в небо. Мы смотрели на это в течение пары минут, после чего оно удалилось в сторону. После аномального смерча местные жители нашли огромное количество клочков сена на крышах своих домов и во дворах. Слушай, нет, смотри, ни слова. Чуть-то как-то странно, правда. По словам работников Метео Миро, жители Нортвича наблюдали то, что называется пыльным вихрем. Однако, они признали, что для Британии подобное явление совсем нетипично, так как пыльные вихри встречаются в основном в пустынях и засушливых регионах. Почему это было сено, тоже объясняется очень просто. На пути этого гилета попала скошная трава, и вихрь подхватил ее. Ну, что-то вот здесь вот я не знаю, нет у меня ответа. Ну, как-то как-то как будто ненатурального июля. Не верю. 19-го года в американском штате Калифорнии прошли два самых мощных за последние 20 лет землетрясения. Эксперты оценили в 6,4 балла. Эпицентр находился в 196 километрах от Лос-Анджелеса. Вслед за первым землетрясением произошел второй, и был оценен в 7,1 балл. Эти землетрясения подарили Калифорнии аномальную сеть разломов. Большая часть аномалии заключается в том, что два очень мощных землетрясения произошли с разницей всего в сутки. По предположениям, шанс подобного составляет всего 0,1%. Однако, это все-таки произошло. Предыдущее землетрясение в Калифорнии было в 11 раз слабее последнего. Самый известный местный разлом, это протянувшийся на 1300 километров разлом Сан-Андреас. И он уже считается самым опасным. Вкупе же с новыми разломами, все это место становится настоящей пороховой бочкой, которая в любой момент может взорваться. Новая сеть разломов залегает на очень большой глубине и под разными углами. По словам геологов, первое землетрясение вызвало смещение горных пород вдоль сразу двух перпендикулярных углов. Смотри, вообще дорога просто ехала в сторону. Но является очень необычным. Как в фильме, да? Нифига, там движняк пошел. Американскому следователю аномальных существ Лону Стриклеру позвонила женщина из Аль-Пасо, штат Техас. И рассказала жуткую историю о том, как на нее напало крупное человекоподобное существо. О! На меня, кстати, тоже напал. Стриклера связался с техасским исследователем, и он смог связаться с пострадавшей. Сделал ее фотографии, а также прошел с ней на то место, где все... Друзья мои, а ну-ка в комментариях вообще вот по чесноку напишите. Напишите, пожалуйста, вот вообще что-нибудь в жизни вам попадалось такое, знаете, вот. Ну что-то вот, что вот вы не можете объяснить. Может какие-нибудь там эти... Может какие-нибудь там чубрики попадались. Может какие-нибудь там ситуации у вас в жизни были, которые нельзя объяснить. Очень интересно будет почитать. Я, кстати, лайкну обязательно лучшее, которое увижу. Я прям почитаю комменты. Пошел, говорит, пописать, заодно и покакал. Существо кинулось на женщину и рассорапало ей ноги, а также ударило ее кулаком в поясницу. У женщины остались жуткие следы на ногах и синяки на спине. Когда женщина закричала, существо оставило ее лишь, когда из машины выскочил ее муж. Нападение произошло около 10 часов вечера. И именно из-за темноты пострадавшая и ее муж, возможно, сразу не увидели это существо в зарослях. По одной из версий, это существо вылезло откуда-то из-под земли. Возможно, из норы. Однако в этих зарослях нет никаких нор. Впрочем, эксперт нашел место с очень мягким и рыхлым риском, и у него возникла версия, что существо лежало в этой ямке. В архивах штата Техас есть упоминание о наблюдении так называемой пустынной обезьяны, которая случилась в 2001 году. Всего в паре километрах от этого места, где напали на женщину. Очевидец видел очень высокое... О, 144 камеры, вот как все, как я люблю. Которая бродила неподалеку от его тренера и издавала громкое рычание. Что думаете об этой ситуации? Пишите в комментариях. Приблизь к камеру Зинг! Сейчас, говорит, инопланетян, пойдем снимать. Все мы знаем, что из себя представляет из зона 51. Жуткая засекреченная база, расположенная на юге пустыни Невады. Это енотик Орио. Всем интересно узнать, что же на самом деле там происходит. Пришельцы, разбитое МЛО, разработка футуристического оружия. Блять, это лучшее фотоинопланетянин, которое я вообще видел. Это просто вот, ну, это лучшее. Так вот, вполне возможно, мы с вами скоро об этом узнаем. Сто процентный топ. В начале июля появилась странная онлайн-компания, которая собрала уже более 4 тысяч желающих взять штурмом зону 51. Там уже полтора миллиона, брат. И не хочется знать всю правду. Назначено столь грандиозное событие на 20 сентября 2019 года. Дошутились. Время 3 часа ночи. Всего за неделю число тех, кто обязательно явится, дошло до 300 тысяч человек. Оговаривается, что фанаты сначала должны собраться в долине Амаргос, в штате Невада. Там их всех и накроют. А куда бы знаменитой зоной 51 рукой подать? При этом главный лозунг компании звучит как? Они нас не остановят. Если мы наступим все разом, мы будем быстрее, чем их пули. Давайте посмотрим, где они прячут этих пришельцев. Сообщество уже забито под завязку различными мемами и картинками на тему. Сложно, однако, в реале представить, что сотни тысяч фанатов полезут на охраняемую военную базу, где без промедления будут стрелять в нарушителей. Так было в январе 2019 года. Неизвестный человек пытался прорваться в зону 51, но вскоре был настигнут и хладнокровно расстрелян на месте. Что думаете об этой сумасшедшей идее? Пишите в комментариях. Совсем недавно в Алтайе обнаружили жуткие 5000-летние рисунки, изображающие существ. Археологи относят их к каракольской культуре по названию села Каракол, где их обнаружили. И ученые продолжают изучать их, открывая новые-новые тайны. Рисунки изображают людей в странных костюмах с перьями или неопознанных мифических существ. Некоторые из них похожи на рисунки шаманов американских индейцев, а один, на котором изображены две шагающие человеческие фигуры с неким овальным объектом на голове, и вовсе сложно распознать. Это головной убор, рога, шлем инопланетного скафандра. Каменные плиты с яркими рисунками были найдены в захоронениях вместе со скелетами. Зачем их положили в захоронения, отдельная загадка. Но ученых больше всего поразила красочность рисунков. Они изготовлены из белой, красной и черной краски, и подобных рисунков на камнях в Сибири ни до, ни после больше не находили. Останки костей в захоронениях также хранят на себе следы той же краски. Значит, их разрисовали в те же цвета. Для чего это было сделано, ученые пока не знают. Вероятно, это был какой-то культовый ритуал. Некоторые рисунки рисовали с красками, но там же были найдены камни, на которых рисунки выбивались. Помимо фигур людей, на камнях изображались различные животные. Это аномарное явление произошло в лесистой местности в округе Пауэлл. Место славится красивыми пейзажами. Она очень популярна у альпинистов, которые в ущелье Красной Реки часто проводят свои экстремальные тренировки и соревнования. Сюда любят приезжать туристы. Так вот, один из туристов сделал странный снимок. Специалисты по снимкам проверили на предмет подлинности. Это не поддельный снимок, все реально. На этом фото есть нечто поразительное. Как уверяет сам фотограф, решивший остаться инкогнито, в момент съемки он ничего не заметил. Да, это и невозможно было практически, как оказалось. Дело в том, что мужчина осуществлял съемку в режиме быстрых кадров. Позднее, просмотрев снимки, он только на одном кадре заметил аномалию. На заднем фоне оказались три камня, словно висящие в воздухе. На остальных кадрах ничего подобного нет. Что это такое, никто сказать не может. Специалисты сами в недоумении, потому что на НЛО это никак не похоже. Глыбы в воздухе. Отличается явно бесформенностью, словно это действительно камни. Но как такое может быть? Леха в фотошопе сейчас на две секунды вам такой нарисует. С параллельными мирами предполагают некоторые пользователи сети интернета. Ну то есть чувак стоял, прикинь, фоткал близких с довольно далекого расстояния и ко мне он не увидел. Ну как бы знаешь, вот просто чувак стоит, фоткает и такой... Да нет, показалось. А вы как думаете, что это... Объектив протли, придроги. Не нужно писать, что это сбой в работе камеры. Уже доказано, что это не так. Иллюминатор. Пятая колонна, золотой миллиард. 7 июня. Жительница США Вивьен Гомес выложила на свою страницу Facebook странное видео, заснятое на камеру видеонаблюдение возле ее дома. Я проснулась в воскресенье утром и увидела это на записи своей камеры. Я смотрела и все пыталась понять, что это за чертовщина. Сначала появляется тень, которая идет со стороны входной двери моего дома. А потом я увидела это существо. Кто-нибудь еще видел что-то подобное у себя на камерах? У меня стоят еще две камеры. Каждый день с пятницы вечера по понедельник. Воскресенье уже раннее утро, короче. Вот таких же ходят. Прямо один в один с пивнухи напротив. Известные, это было заснято лишь на одной. Копия просто. Дядя Петя, ты дурак. Ролик тут же вызвала. И пропала на фейсбуке. Слышь? Ты понял, да? Смотри, смотри. Смотри, смотри. На сайте Reddit. Везде большинство пользователей находилось. Смотри, пропал. С большой долей вероятности подделка. Смотри, компьютерная. Либо это кто-то, скорее всего, ребенок. Ты понял, да? Ты понял, где они фейланулись? Стой, 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 стой. Ты видел, видел? А потом я увидела это существо. Кто-нибудь еще видел что-то подобное на себя на камерах? У меня стоит еще две камеры. Но по неизвестной, это было заснято лишь на одной. Смотри, смотри, пальнулись как. Смотри. Смотри. Ролик тут же выложим. Куда? Где? Где гномик? А это, говорит, точно не фейк? Нет. Что мне не верить? Нет. Не подделка. Нет. Не подделка. Ё. Добби свободен. Куда меньшее число комментариев обратило свое внимание на необычную походку существа. И по их версии, для ребенка его телосложение и походка слишком необычные. Если, конечно, это не очень худой ребенок с отличной пластикой. Многие писали, что видео и правда очень странное. В том числе даже для подделки. Сама хозяйка дома, судя по ее профилю, совершенно обычная женщина. Не фанат паранормальных явлений. И среди ее знакомых на фото есть лишь один ребенок. Ее сын по имени Бобби, которому на вид 9 лет. По тени можно увидеть, что существо открывает входную дверь и выходит наружу. Значит, оно находилось внутри дома и покинуло его. Мог ли ребенок устроить такой необычный розыгрыш и выходить гулять ночью в маске Добби? Вопрос остается открытым. Однако, если это был он, почему другие две камеры его не засняли? Пишите свое мнение в комментариях под видео. Канистра с бензином далеко? Неси. Пользователь соцсетей опубликовал на фейсбуке и реддите пост. В нем есть фотография странного человеческого существа. По его словам, эта девушка уже несколько недель по ночам приходит под окна его дома и стоит там некоторое время. При этом ее тело и черты лица сильно искажены. На снимках это хорошо видно. Однажды, около 4 часов утра, я увидел под моим окном эту девушку. Я не знаю, сколько она там стояла, так как я был увлечен телевизором. Но потом я заметил, как она смотрит прямо на меня через окно. Это меня шокировало, потому что ее вид был совершенно ненормальным. Во-первых, она была чудовищно тощей и с увеличенными чертами лица. А все ее тело было искажено и словно перекручено. Она была похожа на жертву автокатастрофы. И меня ее вид сильно напугал. Я даже не был уверен, что это живой человек, пока она не ушла прочь. С тех пор это начало повторяться каждую ночь. Я несколько раз пытался ее сфотографировать. Но как только она видит, что я достаю телефон, она убегает. Из фотографии, где видно ее лицо, это лучшее, что у меня получилось. Ее челюсть широко раскрыта и выглядит очень неестественно. Ее запястья тоже словно сломаны и перекручены. Когда я сделал этот снимок, она была очень близко к моему окну. В комментариях советовали, не пытаясь... Сразу видно, не подписчики канала Hardplay. Вот эти вот додики, вот эти вот, потом так вот и пропадают. У меня сосед так пропал, да. Я вам сколько раз говорю. Учу вас, учу. А вы, значит-то, не шарите. Рассказываю. Одну секундочку. Значит-то, спишь ты такой под одеялкой. Я даже камеру переключу для моих подписчиков ютуба. Значит-то, спишь ты такой, спишь. Вот так вот. Да? Очень любишь поспать. И тут к тебе в окно, на расстоянии двух, там, трех метров, да, там, как показывали. Вот эта рожа заглядывает. Он, как там сказал, две недели, да, она к нему уже ходит. Ты, значит, первый день-то очканул. Ну, ты же нормальный, да, человек. Ты же в этих гномиков не веришь. Повторюсь, гномики. Я именно это слово сказал. На второй день ты, ты же всю ночь не спал, очканул. Дедушкина ружьишечка вот так вот со стеночки снял. И, значит-то, вот так вот укрылся. А ружьишко заряжено. И, знаешь, такой, как будто с телефончиком. И, значит, такой, спишь, спишь, смотришь, рожа в окне. А ты, знаешь, такой, ты же спишь, такой напуганный вид сделал. Такой, знаешь, напуганный, напуганный. А у самого внизу под одеялкой что-то поднимается. И ты такой, ку-ку, ёпта. На, блядь. Всё, никого там нет. Окошечко наутро вставил, новое. Одеялочку поменял, простыночку поменял. Никто больше к тебе в окошечке не заглядывает. Вообще, в принципе, никто. Понимаешь? И сразу воцарился мир. Сразу всё хорошо. А не надо ночью в окошечке заглядывать. Понял, да? Сразу видно, вот не шарят. Вот их потом привидение, вот эти вот всякие страшилки и забирают. Надо с ней говорить, так как, возможно, у неё нарушена психика. И она может быть опасной и агрессивной. О! Другие предположили, что эта девушка умственно неполноценна. Что тоже может... В чате пишут, извините, ещё раз видеоролик остановлю. В чате пишут. А если промахнулся? Так ты заряжай сразу дуплетиком-то. Картечью, я не знаю, там, кнепелями, гвоздями. Заряжай. Это объясните её прогулки по ночам без обуви и без штанов. Но без штанов с тем, что для человека это существо выглядит очень странно. Очень странно. И возможно, что это... Я в Зеленограде жил, там тоже один ходил. Человек птица не увидели, что пока не поймали в парке в Зеленоградском. Вообще нет без штанов, там тоже в плаще приходил. Мы, которые пользователю сомнились в том, что фотографии подлинные и что это не монтаж в фотошопе. Нет, конечно. Но таких было на удивление мало. Автор пообещал установить камеру наблюдения и заснять на видео, если эта девушка снова придёт под его окно. Если это что-то паранормальное, то как от этого избавиться? А это не важно. Что думаете об этом? Пишите в комментариях. Брат, я всё подробно рассказал. Мне очень понравился. Зомби Чезу, я на него подписан. Уже миллион лет его смотрю. Я всё везде прожал. 1500 миллиардов лет назад и галочку всё везде поставил. Молодец. Интересный формат сделал. Ну что? Посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава. Удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике. До встречи. Всё. илось. До встречи. До встречи. Корректор А.